И снова всем привет на канале Олег Нестерёв Брест. Сегодня у нас опять хорошее настроение, как некоторые говорят, не опять, а снова, да? Вот вам Дед Мороз такой на Новый Год. Солнышко у нас светит, очень такая морозная, но тёплая погода всё равно. Вот ту машинку сегодня мы будем делать. Капот! Сегодня постараемся не отходить сильно от технологий, покажу, как тереть с водой, но чтобы это было безопасно для металла. Но это будет позже. А сейчас для заряда бодрого настроения, как вы знаете, мы начинаем всегда работу весело и непринуждённо. Анекдот! Ну, анекдот такой, скорее всего, для геймеров. То есть это игроки в компьютер, да? Кто не знает. Кто знает, тот поймёт. Короче, сатана приходит к Богу и говорит, слушай, блин, забери у меня одного грешника, ну, достал. Чего он тебя достал? Да, блин, короче, всех черти перебил, всех там слуг перебил, блин. Сел на мой трон и орёт. Где здесь переход на следующий уровень? Блин, такой анекдот, ну, это, скорее всего, не анекдот, это чистая правда. Относится она к гаражникам, поэтому и решил рассказать. Ну, это я всё время так говорю. Раньше была моя любимая поговорка. Блин, до уборки все вещи аккуратно лежали на своих местах. А после уборки все вещи аккуратно лежат, хрен знает где. Вот так. По-моему, все это замечали в гараже. Ну, а сейчас тема дня. Заставка пошла! Ну, как мы видим, вот здесь у нас помят капот. Сейчас мы его помоем. Ну, и, как видно, вот он вот здесь его припечатало. Здесь у нас вмяло. А вот здесь чуть-чуть надуло. То есть, тупо зашпаклевать это всё не получится. Да и будет это некрасиво. Смотри. Смотри, у нас, по-моему, негде подлезть, да. Смотри, всё у нас тут зашито. Значит, что? Значит, дело за колхозным. Правильно. Спотером. Отбойным молотком. Ой, твой. Обратным молотком. Обратным молотком, да. Можно и отбойным. Значит, мы сейчас обратно всё подтянем. Приготовим всё это дело. Шпатлёвки. Потом машину-то в гараж загнать надо будет. Ну, пока. Сейчас мы всё приготовим. Ну, вот мы как бы зачистили поверхность кругом, да. Зачистили в тех местах, где мы будем привариваться и подымать. И в тех местах, где, возможно, краска уже немножко повелась. Она может отскочить. Сейчас мы всё выпрямим сначала. Ну, так, с большего, да. И посмотрим. Если у нас красочка нигде не пойдёт, механическим повреждением не будет подвергнута, то мы её оставим. Если же краска немножко подтвердится, повредится, то её будем убирать. То есть мы её можем отбить от капота. Как бы она вроде бы и не видна, но в последующем, даже если мы её зашпаклюем, краска отслоится от капота, и будет проблема. У вас поднимет краску. То есть сегодня я буду работать с водой, вопреки всем, кто меня ругает. Но сегодня мы немножко придерживаемся технологии. То есть металл мы сначала обработаем эпоксидным грунтом, дадим ему высохнуть. То есть, и когда мы уже будем ложить шпаклёвочку, ну, это я покажу, как всё сделать. То есть вода, как все думают, что если она попадёт на металл, эпоксидный грунт нам не даст коррозию металла, он защитит её от воды. Но шпаклёвочку, само собой, мы будем просушивать между слоями, поэтому, ну, как бы не опасна нам будет вода. Вот мы приварили молоточек. И как бы встать, чтобы вам посыпали. И по чуть-чуть дергаем, дядя Толя, держи, ты вот эту вот придерживай, горб, горб, рукой. Сильно высоко не надо, по чуть-чуть, лучше с нескольких мест перехватитесь. В этом месте, казалось бы, и не надо поднимать, завалиться шпаклёвкой, да? Но это самое плохое место на капоте. Здесь и давят руками, то есть она подвержена механическим повреждениям. Так что мы поднимем. Держи, Толя. Ну и здесь, Толя, держи. Тоже у нас ямки. Сильно не перетягиваем. Лучше с нескольких мест перехватываемся чуть дальше. Держи. Наблюдаем, сильно вверх точно не надо, держи. Огрезаем это, полгарочка, вот так обучивая. И чистим местом. И всё, вот у нас две ямочки. Сильно вывивая. Сильно вывивая. Ждём, когда чуть остынет. Держи, Толя. Если не дадите остыть, вы подтянете только эту точку. Здесь достаточно было одного удара. Держи. Также обрезаем. Не старайтесь её сильно приварить. Потому что здесь, как таковой, натуги особой нет. Поэтому не лонжерон тянет. Хотя и лонжероны тянутся, если их штурмом тянуть, очень легко. Ну, не молотком, конечно. Я показывал. Ждём, когда остынет точечка. Держите, Толя. Держим за эту горбинку, просто придавливаем, чтобы металл тоже сюда как бы уходил. Снова срезаем. И подчищаем. Сейчас, подчищем. Ну вот, как бы плоскость у нас относительно ровная. Как бы здесь будет тоненький слой шпаклёвки. То есть это нас устраивает. Дальнейшие наши действия. Чтобы, наконец, немножко от меня отцепились, что я не знаю технологий. Для того, чтобы набить равномерную рисочку под шпаклёвочку, под грунт, чтобы он хорошо держался. Берём. Ну, я сотку возьму. Нету 80-ничек. Одеваем на машиночку. Сейчас набьём равномерную рысочку. У кого машинки нет, то не педа. Дальней же и так. Делает, ничего не отваливается. Но мы сделаем по технологии. И набиваем здесь. Ну, примерно вот так вот. Теперь проверяем. Можно линейкой, можно вот таким шпателем. Обычный строительный шпатель. Ну, я его использую, чтобы крышу стягивать. Кто видел, там он, Кассатовская машина, я делаю. Вот так вот прикладываем, чтобы у вас полностью он обрекал. И проверяем. Вот так вот проводим. У вас сразу видно будет, где завысоко, где нормально. То есть, ну, здесь у меня где-то миллиметр зазорчик. Не буду я его дальше вытягивать. Миллиметра мне как бы достаточно. Даже, может, чуть-чуть меньше. Теперь обезжириваем. Это место обезжирили. И я вот такой вот взял спектрал. Это эпоксидный грунт. Кои-то, кто не видел. Чем он удобнее. Не надо разводить его 20 раз. Вот такой вот проснули в сторону. И тоненькими слоями нанесли. Межслойную просушечку минут пять дать. Чтобы испарился немножко у вас растворитель. Вот пока у вас сохнет один слой, можете еще поболтать. Вот дядя Толя, видите, болтает. Другой работы не дает. Да ладно. Ага. Дядя Толя вчера мочил у нас в театре. С новогодним поздравлением, я думаю, всех, кто смотрел. Посмотрите, кто не смотрел. Всех поздравляем с наступающим праздником. Да, это Толя вчера тоже молодец. Всех поздравил. Огромное спасибо всем участникам, кто принимал участие в этом ролике. И Эдику Лондону, и Жене Травникову, и Виталию Сан-Франциско. У него канал Автокарт. Можете посмотреть. Интересно кому. Тоже привет. Сань-Пул с Эстонией. Тоже огромный пламенный привет. Всем спасибо, ребята. Ну и отдельное спасибо, конечно, клубу железнодорожников, который нам предоставил костюмы. Любезно согласились. И такую симпатичную снегурочку. Многим она понравилась. Висон, не теряйте времени. Жмите кнопочку подписаться. У нас очень интересно. Да, Олежа, еще в плане очень много чего интересного. Ну, еще раз сейчас брызнем. Как бы постоянно взбалтывайте. И первый брызг в сторону делайте, чтобы у вас не хорпнуло. Ложится он хорошо. Свои тоненькие ложат, очень удобно. Ну и все. Даем ему хорошенько просохнуть. Ну и здесь читайте техничку. То есть, сохнет он 15-25 минут при 20 градусах. То есть, сегодня у нас здесь, наверное, чуть побольше 20. Но мы все равно дадим ему просохнуть полчасика. Потом проверим, насколько он высох. Это будет видно, когда будешь затирать. И набьем на нем рисочку, для того, чтобы у нас хорошо взяла шпаклевка. Если не набить риску, то у вас может шпаклевочка отлететь. Это одно. Что нам дает эпоксидный грунт? Немножко объясню, да? Эпоксидный грунт, вот сейчас мы покрыли металл. Он защищает, он имеет плотную очень структуру. И он защищает металл, сам металл, от доступа кислорода и воды. Что само по себе уже является, как я уже говорил, другом ржавчины. Сейчас мы защитили металл от ржавчины. И будем вот эту рисочку набьем, покроем шпаклевочкой. И будем затирать шпаклевочку с водички. Как бы никого не заставляю я с водой тереть, каждый сам себе хозяин. Как бы у меня просто нет возможности здесь машинкой тереть. Как бы много в гараже чего навесного, полочек всяких. На этих полочках собираются пыли с насухой тереть. Да, когда лето, я тру на сухую на улице. Это быстрее не надо сушить между слоями. Ну, когда работы по кузову много, то есть ты быстренько все сушишь. Вернее, пока в одном месте вытер, пошел на другое, в этом месте сохнет. И под солнцем, там вот это ультрафиолет или как там свет, да, солнце дает. Оно очень хорошо пропекает и высушивает. То есть вода там не страшна. Ну, если вы вот так вот эпоксидкой подготовите под шпаклевку, то шпаклевка у вас, ну, то есть вода вам уже будет не страшна. Капот у нас как бы неподопытный, но капот наших знакомых. Так что если что-то втруг случится, что-то будет, брак, никуда это дальше нашего общения не уйдет. Люди просто приедут и переделают. И мы заодно и последим за машинкой, как она себя будет вести. То есть своего рода это будет обзор. Красим в зиму. Там еще одну машину я так сделал. Красим в зиму, поэтому у нас будет возможность весной или летом посмотреть, как себя ведет машинка. Если кто внимательно смотрит руки, просто напомните мне, ближе к лету, посмотреть эту машинку. Мы позвоним, найдем ее и посмотрим, как себя ведет капот. Тоже вот решил поговорить. Вот эти споры насчет воды, то есть тоже я как бы устал от них. Понимаете, если делать все с умом, то как бы водой терли, уже давно терли, все это работает. Да, я не против новых технологий, я не против. Мне так удобнее, я работаю так. Мне красить здесь удобнее, когда здесь нету пыли. То есть готовить гараж, потом покраски двое суток, мне это тоже не катит, понимаете. Из машины все из-под резинах подывать, тоже мне это не катит. У меня здесь нету водонапорной башни. Вот вода вся привозная. Здесь мы не прокурили. Там, где камера строится, там да. Там будет вода, там керхер. Кстати, вот сплиты будем ставить, наверное, после мороза. Подумаем. Ну и, как говорится, доза мед, доза яд. Змейным ядом можно и отравить, а можно и вылечить, да, тяжелые болезни. Так что просто нужно уметь пользоваться технологией. Да, это старая технология, но старый конь борозды никогда не портил. Это надо знать, знает каждый. Даже вот в случае из жизни, как бы, расскажу. Лет 20 назад я попал в серьезную аварию. Ну, лоп-лоп на лазике, врезался в силу. Ногололезы просто не разошлись. И у меня, как бы, правую ногу на 18 частей сломало, ниже колена. А левую, ну, там просто мука была, и ногу просто-напросто оторвало. Ну, рядом лежала нога, оторвало, и мало того, что она очень множественные перегомы были. Когда привезли меня в реанимацию, ну, то есть в реанимацию меня привезли, у меня давление было 40-20, да. Очень много крови я потерял, там, 3 литра, что ли, почти всю, да. И зашел доктор, какой-то там профессор, и сказал, левую ногу отрезаем. Все, без всякого не хочу. Правую сохраняем, то есть положим ее в гипс. То есть профессор знает технологию, он учился на это, он ни одного человека делал. Он говорит, левую ногу сохранить нельзя. Ну, я, конечно, расстроился, что ли, ну, пока под наркотой-то я тебя обезболиваю еще. Ну, не так, конечно, стрёмно было, но все равно стрёмно. Потом зашел врач такой, вот, дай бог ему здоровья, если вдруг услышит бактин. Извиняюсь, забыл, не взял. Был такой врач, вухте, бактин. Вот он мне чем-то напоминает гаражника. Он подошел, посмотрел на меня. Парнишка молодой, жалко ему стало. Он видел ребенка моего. Он сказал, давайте попробуем сохранить, отрезать. Говорит, мы всегда ее успеем. Он мне поставил, пришил ее, поставил кольца Элизарова. Мало того, что не хватало мне 5 сантиметров сухожилия. Сухожилия, даже если порвешь, это не есть гуд, да? А у меня просто 5 сантиметров его вырезали. Не было сухожилия. И сшили ногу. Правда, 2 года я не ходил. Ну, как 2 года. Год я не ходил, я лежал. Потом полгода на костылях. И где-то, ну, наверное, год я реабилитировался. Потому что носок у меня не сгибался, так как сухожилия не хватало. Я разрабатывал. Где-то еще полгода ходил новый. Но это не к тому. Я веду к тому, что профессор, да, который знает все, хотел отрезать. Потому что по технологии так положено. Все, она не будет жить. Так нельзя делать, да? А врач, я не скажу, что он какой-то так пишет. Это хороший врач. Ну, другой врач, да? Сказал, давайте сохраним. Слепил из того, что было. Все работает. Сейчас я бегаю, спокойно себя чувствую. Даже на погоду не особо у меня болят. История, конечно, жуткая. Вспоминать ее неохота. Время это длилось, не знаю, мне показалось, что 10 лет я не ходил. Но все это прошло, все это забылось. И до сих пор, как бы, последствия не наблюдаются. Прошло уже лет 18, наверное, 20. Так что не всегда технологии являются старыми, плохими. То, что с водой тереть, я не призываю с водой всех тереть. Просто нужно тереть с водой правильно. Просушивать между слоями. Можете подготовить площадку по ксидным грунтам, как мы сделали сегодня. Вообще, вот доктор такой Елизаров был, дай бог ему здоровья, который придумал вот этот аппарат Елизарова. Придумал он ее вообще банально. Тот же гаражник. Придумал он ее, когда у него сломалась лопата в огороде. И он ее пробил гвоздями и связал это все. Так и придуман был аппарат Елизарова, который есть до сих пор. Без которого сейчас, наверное, хирургия не смыслит такие операции. И растягивают ноги у некоторых, хоть ногами меньше растет. И растягивают так же, ломают кости, разбегают, пока крючки не растут. Я там не рассмотрелся. Ну это я как бы отвлекся от темы. У нас все еще сохнет. Дядя Толя о чем-то думает. Новый год настает. С Новым годом, с новым счастьем. Вот некоторые спрашивали, как греют печечка. Вот можно увидеть. Печка вся красная. Здесь тоже она красная. Ну-ка выключи свет Толик. Вот если можно увидеть. Ну, про красном излучении, да. Печечка очень даже ничего греет. Вот решил показать. Травка у нас зелененькая. Солнышко. В городе тоже много зеленой травы. Плюс 6 сегодня. Ну и набьем рисочку. Я поставил сотую шкурочку. Ну и накладываем шпаклевочку. Первый слой я ложу стекловолоконную шпаклевку. Ой, фу, стекловолоконную не стал лаживать. Первый слой я ложу вот эту. Алюминиевую. Вот дядя Олежа заработался. Почему я ложу алюминиевую? Чтобы сделать небольшую, как бы, прокладочку. Для чего алюминиевая шпаклевка сделать примерно одинаковый температурный режим шпаклевки остывания и охлаждения. И послужить такой прослоечкой, подушечкой. В ней металл содержится, да, алюминий. У металла теплоотдача очень хорошая. Когда капот будет греться, он постепенно будет отдавать температуру нашей шпаклевке. и она не будет, как бы, такому воздействию резкому влиять. От холода к теплу. Ну, то есть, как бы, вот это хорошо. Трется она плохо. Так что не обращайте внимания, если трудно ее тереть. Поэтому я и ложу, нижний слой положу, чтобы, как бы, сделать эту прослоечку. Сотру. И потом уже буду выводить обычной шпаклевкой, универсалкой. Я покажу, как стягивать. Так вот, я как бы намазал с горочкой. Что ли? Можно стянуть. Вот. Ну, я буду вот так стягивать. Так, тут мне шпателя не хватает. Дай мне вон тот маленький. Это слишком длинный. Эти можно вот так вот было стянуть. Мы стянем. Вот так. Вот шпатель положим. И протягиваем плоскость. То есть, придаем форму, которая должна быть. достаточки обратно вымазали. Ну, это тоже, это как бы все равно, это еще маячки. Это не окончательно мы намазали. Ну, уже как бы ближе к теме. Так. Сушим. Очень жарко в гараже. Решил проветриться немножко. То есть, если вы трете с водой, да, то есть, ну, я, я лично понимаю вас. Если вы трете с водой, то, конечно, вот такой вариант, как мы сделали сейчас, он лучше, перекрыть эпоксидниками. То есть, на металл, если вы где-то протрете, у вас не попадет влаги. То есть, но, смотрите внимательно, линеечки все проверили, чтобы у вас шишечек не было. Потому что вы загрунтуете, и когда вы будете замывать, вы можете протереть до металла. То есть, чего не надо делать. Так что, линеечки проверили, посмотрели, чтобы шишечки у вас не торчали. Если же шишечки есть, чуть-чуть их притопите. Вот и все дела. Да, еще хотел сказать. Некоторым людям тяжело, интерфейс тяжелый в канале. То есть, заходят на мой канал, не могут найти какое-то видео. Их легко найти по папкам. То есть, я сделаю, вот после этого видео, будет сразу видеоурок. Я покажу там, как, что находить в моем канале. То есть, покажу, как выйти на сайте, как выйти на Одноклассники. Кстати, я открыл Одноклассники. Подписывайтесь, друзья. Нажимаете «Сведения» на главной странице канала «Сведения». Зашли, там будут ссылочки. И Одноклассники, моя страничка, и ВКонтакте. Подписывайтесь, друзья. Ну, и покажу я, как это делается. То есть, люди некоторые плохо общаются с компьютером, но, как бы, постараюсь наглядно объяснить. Правда, микрофончик у меня на Комтасе, ну, программка, которая пишет с экрана, не очень. Поэтому за звук заранее извиняюсь, но будет все понятно. И выложу я это видео в папочку, где у нас «Рация Зло». То есть, там вы можете посмотреть. Конкурс на логотипы продолжается. То есть, присылайте свои логотипы. Я сделаю отдельное видео. И какой-то логотип мы выберем победителем. Я сделаю на маечку логотип. Дадите свой размер. И на кружечку. И отошлете его двое. Вернее, я отошлю вам. То есть, и конкурс на машинку Риоби продолжается. Уже поступают видео. Так что, присылайте свои видео. Уже можно присылать. Будем их собирать. Числа 15-20 мы будем их выставлять к просмотру, к голосованию. Победитель получит машинку Риоби. Орбиталочку. В дальнейшем, я не знаю, как. Будут более ценные призы. Не знаю, когда это точно будет. Но в скором будущем. Как бы я уже договариваюсь насчет этого. Будут разыгрываться более ценные призы. И тот, кто участвовал в первых конкурсах, может быть, я даже сделаю еще какой-нибудь конкурс, а потом разыграем среди участников первых двух конкурсов. То есть, возьмем видео, которое ближе к победе будет. И сделаем. То есть, что-нибудь придумаем. Ну и вы присылайте видео, потому что чем больше вы участвуете в конкурсах, тем больше у вас шансов что-то выиграть. Да, это приз, конечно, пока не машина. Надеюсь, может быть, скоро и будет машина. но все-таки приз как бы на начальном развитии канала. Будем думать, что достойный приз. Ну и берем 120-ю шкурочку, сильно крупную не будем брать. Ну и начинаем затирать. Также мы с водичкой будем тереть. Таким же точным движением. Успоримся. Затем, чтобы металл у вас не вылазил, как видите, вот здесь у нас еще ямочка небольшая, сейчас мы ее тоже переложим. Ну и как бы вот я протянул последний слой, сейчас я уже как бы начну гранички собью 120-й шкурочкой и по 240-ку все перетру и будем грунтоваться. Сейчас будем грунтовать, когда эти процессы вы уже видели, покажем уже покрашенный капот, как у нас получилось. Ну что дальше? Сейчас перетираем по 240-ую шкурочку, грунт обезжириваем, грунтуем, замываем грунт и красим. Вот как бы покрасили, завтра полируем и покажем. Чуть-чуть есть пыльцы, неемного. Дядя Толя Секси переодевается. Ага, видно твои кольца волные. Башмаки покрасила вверх, из черных серебряных. Нечего оставлять в гараже. Поехали, сейчас помоемся на моечку. Сейчас на моечку поедем. Анекдот мы записали днем, потому что так и знали, что стигни. Так что, ждите анекдота? Ну и напоследок анекдот! Короче, блин, савана отдыхает. Лев, львица лежат, балдеют на солнышке. Хорошо только покушали. Ну, болтают ни о чем. Херек, короче, заяц подбегает. Льву, короче, дынь-дынь по морде. Два раза тыкнул, блин, и убежал. Ну, лев, короче, блин, массу на плюс, блин. Ручал, черчал сильно, лев. Львица лежит, левая, что за фигня? Я вообще не понимаю, ты же царь зверей. Как ты, блин, позволяешь заяцу такое творить? Лев лежит. Ай, да ладно его, глупый, тупорылый, что с него взять, маленький? Ай, бежит, блин. Ну, как бы все поуспокоилось, проходит время. Опять прибегает зайка, та же история. Дынь, дынь, короче, льву воткнул, блин, два раза, блин. Лев лежит, блин, зелой, опять вообще весь рассердился. Львица уже сидит в шоке. Короче, так продолжалось раз семь. Восемь, да? Блин, уже на девятый раз прибегает, короче, зайка, дынь, дынь. Ну, львица не выдержала и за зайцем, короче. Бежит, бежит, за ним, короче, петляет по лесу. Скорость офигенная. Заяц, бах, короче, в трубу занырнул. Львица за ним, бах, короче, застряла, застряла конкретно, блин. Не вылезти ни туда, ни сюда. Ну, заяц, понятное дело, подошел сзади, дынь, 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 все сделал, что надо. Как мог, короче, весь аж вспотел. Ну, проходит время, львица кое-как, короче, выбралась с этой трубы. Идет, хвост опущен, уши опущены, грустная вся такая. Ну, и к льву подходит. Лето, как на нее посмотрел, че, к трубам водил? Вот такой анекдот! Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Все, мы сегодня успели сделать, сделали хорошо. Как бы, в преддверии новогодних праздников поздравляю еще раз вас с наступающими. Счастья, добра, мира вашему дому. Достатка. Чтобы не было проблем никаких. Вообще, чтобы все было классно. А главное, здоровья вам и вашим деткам. Ну, и, конечно, как всегда, добра всем и бабла! Правильно! До новых встреч! Моечка у нас прямо около гаража. Помыть машину где-то обходится доллар. Мою даже меньше. Но, как бы, все равно платишь там. 10 тысяч заплатил, помыл. 10 тысяч белорусскими. Это один доллар. Надо делать это работа по домам. Сидан, мои друзья. Едем католическое рождество встречать. Ха-ха! Да, кстати, хохма, у нас теперь еще праздник. Я перекрестился в католиках. Католическое рождество и завтра выходной. Вот, как бы, мы с гаража выезжаем. Дорога у меня тут, мама, не горюй. Можем увидеть болтанка такая жуткая. Сейчас выскочим и мы на мойке. И вот она моечка под мостом сразу. То есть сколько? Ну, 50 метров прошло. Уже прокатим вас по-ночному закоулку Бреста. Ну, дядя тут топчется. Ну, народу тут много. Посмотрим, сколько мы постоим. Ну, вот, как бы, ручками все моют тут. Круглосуточная байда. Очень удобно. Сам заплатил, сам помыл. Ну, а здесь с моечки выезжаешь сразу. Здесь мощный пылесос. Можешь салон как бы помыть заодно и подсушить машину тряпочкой. Там еще вот интересная штучка такая. Сейчас приближу. Вот, у него за спиной такие прищепочки. Вот, сюда вешаются коврики и тоже моются. Четыре штучки, четыре коврики. Вот. Далеко стоим. Вот такие прищепочки. Коврик прицепился. Ряд! Вот такая бешеная купюра 10 тысяч. как в игре. Вот Олежек моет селедочку Матиас. Приводит в порядок. Готовим к Рождеству. У нас завтра католическое Рождество. Хотя мы не католики, но уважаем. Все вероисповедание. Вот такая система для поворота шланга. Машина догная. Вот тут можно помыть коврики. Прищенившим из прищепки. Сияет ласточка. Сияет Сияет ласточка.